Виктор, еще так вкратце по игре. Наверное, сегодня все-таки ребята не хватило эмоций. Чемоданное настроение сегодня немножко сыграло. Не сказал бы, что чемоданы, не чемоданы. Просто начали немножко так валяжно. Думали, что после таких, я считаю, хороших спаррингов, после Динамо Москвы, после Зенита. Сразу пропустили гол на первой минуте, на второй минуте. Ну а потом уже понятно, что нужно было отыгрываться. Все, старались, бежали, свои моменты не забили. Результат на табло. Для меня сегодня больше важно это сбор информации, кто в какой форме и какой оптимальный состав выставить против БТ. Наши сборы завершены. Вы, наверное, можно подводить итоги. В целом довольны той работой, которую удалось провести за эти два месяца? Не, я в целом вижу, что мы базу хорошую заложили. И вот эти игры показывают, что мы во втором тайме даже прибавляем и по движению, и по... Вот. Минус, наверное, тот, что все-таки много очень ребят выпало. То есть набрали хорошей кондиции. И да, занимаются, но работают индивидуально. И практически мы не сыграли, наверное, ни одного матча оптимальным составом. Хотя у меня уже так, уже вырисовывается тот вот костяк, который... Ну, значит, на который я рассчитываю. Ну и, конечно, большой плюс меня реально радует наша молодежь. Вот. Не хочу никого из них это, но мне нравится их отношение. Это уже, ну, люди, которых можно выпустить и закрыть дырки в чемпионате. А сколько сейчас команда укомплектована? Еще трансферное окно у нас открыто пока? Есть ли какие-то варианты? Ну, конечно, хотелось бы и бровки усилить. Вот. Потому что у нас практически по одному игроку там. Ну, особенно слева у нас один игрок. Ну и центральный нападающий, если бы что-то нашли бы хорошее, то тоже, конечно, так... Ну, не против был бы. А так, в целом, по защите я уже вижу, что у нас так... Есть люди, которые могут сыграть. То есть... Ну, в целом, так, более-менее. Если брать, что мы опоздали с селекцией, со всеми делами, то я считаю, что мы укомплектовались до решения задач в чемпионате Беларуси достаточно нормально. Какая судьба у двух игроков, которые у нас тут проходили в просмотрах? Ну, наверное, по Максиму мы откажемся. Не по той причине, что он там игрок. Просто он приехал, видно, что не подготовленный. И на следующий день он не сильнее наших ребят. А смысл... Ну... Я считаю, что лучше я буду тогда ставить того же Ложкина. Буду... У нас на подходе в 2003 году есть хороший нападающий, как материал. Поэтому, как бы, было принято решение, что берем только если игрок значительно сильнее тех, которых мы имеем. Плюс вердечик. Я надеюсь, поправится и тоже, ну, наконец-то, войдет в этот соревновочный процесс. А что насчет бровочника? По бровочнику пока еще будем думать, потому что есть варианты поинтереснее. Если мы по ним сработаем, то это один момент. А не получится. Опять же, будем думать. Но понятно, что с одним левым бровочником сложновато ходить. Впереди у нас уже меньше, чем через неделю получается, если учитывать все день переезда. Матч в БТН. Насколько, по-вашему, еще с командой готовыми? Не, ну, понятно, что мы еще не оптимальны, не в оптимальных своих лучших в плане сыгранности даже. Если где-то по функционалу я вижу, что более-менее проблем не будет, то по сыгранности, конечно, у меня есть, ну, много новых ребят. Новая команда, полностью новая команда, новый коллектив, поэтому здесь. Но, я считаю, на первое место все равно выходит мотивация. Важно, чтобы ребята были мотивированы, мотивированы на каждый эпизод. Были, там, максимальное вот это желание их и этот. Тогда результат вам придет. Наконец-то матч против БТН пройдет на стадионе «Динамо», обновленном стадионе. Я думаю, Антурах пройдет, который должен стать позорем для ребят в том числе. Ну, очень важно, я считаю, что пришли болельщики, которые нас в том году очень хорошо поддерживали. Мы в большом долгу за прошедший за прошлый год, потому что мы однозначно не оправдали их доверие. Поэтому будем в этом году реабилитироваться. У нас реально интересная команда получается, у которой есть большие перспективы на будущее.